Экология, незаконное строительство, несанкционированная торговля, доступность городской инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вот темы, которые волнуют анапчан. По каждому проблемному вопросу есть четкая позиция администрации, такая же, как и людей. Противостоять незаконному и сохранять то, чем богат курорт. Только действовать нужно вместе, единым кулаком ударить по всему, что мешает нашему городу. Городские власти открыты, подчеркнул глава Анапы. В подтверждение своих слов он предложил активистам обращаться к нему напрямую. Я хочу попросить вас об активизации работы. Никто не возбраняет задавать вопросы напрямую. А я сегодня вам дам номер телефона, который постоянно со мной. Я думаю, что злоупотреблять вы этим не будете. Но в случае возникновения того или иного вопроса, пожалуйста, я готов вас выслушать. И то, что касается жизни нашего города, его безопасности, в первую очередь, можете обращаться в режиме круглосуточного. В мэрии считают, что должен действовать принцип неотвратимости наказания и рассчитывают на поддержку общественников. В преддверии курортного сезона все острее проблемы незаконной торговли алкоголем, в том числе суррогатами. Если мы в зимний период и то можем констатировать, что у нас на территории работают объекты, которые не имеют специального разрешения. Когда у нас нет наплыва туристов, мы обращаемся в соответствующие органы, которые обязаны это делать. И мне заместитель докладывает. Сергей Павлович, мы написали о 29 точках. 11 из них добросовестно продолжают работать. В плане подготовки к курортному сезону и процессе его проведения, мы надеемся на совместные действия по пресечению нарушений природоохранного законодательства на наших пляжах, по мониторингу ситуации в риманах и выявлении так называемых ательеров, сливающих туда нечистоты. Нам понадобится помощь общественности и в пресечении законного джиппинга, прокаты квадроциклов и гидроциклов. Приглашаю активистов принять активное участие в работе рейдового группы. При этом Валерий Королев процитировал главу Кубани, который считает, что общественники должны быть навигатором для власти, а не детонатором для общества. В свою очередь, Сергей Сергеев дал указание подчиненным активнее привлекать общественников к решению значимых для будущего Анапы вопросов, к экспертизе архитектурных и строительных проектов, участию в публичных слушаниях и конкурсных процедурах. Хотели, что нужно предоставлять и приглашать людей. Поверьте, это завтрашний день. Если мы сегодня этого делать не будем, завтра, вот попомните мои слова, это будет законодательно определено, потому что весь мир так живет. Сегодня в Анапе действует порядка 240 общественных организаций, в том числе политических, национальных, религиозных. За год до появления консультационного совета при главе в городе прошло три десятка различных публичных мероприятий. В прошедшем году восемь. Причем большая часть из них официальные торжества и крестные ходы. В мэрии считают, что статистика верный признак того, что большинство вопросов решаются в рабочем порядке.